Доброго времени суток, друзья! Продолжаем с вами играть в Mountain Blade. Ну что ж, друзья, сегодня нам предстоит посетить прекраснейшее место под названием Хоф Тора. Давайте двинем пошустрее. Языческие жрецы нам неинтересны. Собрал я всю свою войско. Так, хочу сделать пожертвование. 500 до 13 у нас с ними. А, между прочим, отношения поднялись. Давайте берсерков. Всего лишь один присоединился. Добро пожаловать, чувак. Так, ну и теперь нам нужно попасть с вами в городу Вебра. Да, я так понимаю, что мне придется в обратку топать, да? Ладно, тут еще и вечер до кучи. Мы идем выполнять наш главный квест. Херсер Гутрум. Идем выполнять главный квест. Не знаю, как оно получится у нас. Мирный договор. Альклюд. Альклюд здание договорились. Ясно. Ладно, сейчас мы переговорим с этим змееглазом. Засранцем. Не знаю, что из этого выйдет. Выйдет ли вообще. Давайте сохранимся на всякий пожарный случай. Потому что хребт и узнать, что будет. А сколько их? 260. Идите, иди колотить. Слушайте. Это печально. Сколько мне надо народу там истругать. Ну, здорово, Сигурсин. Восход я, однако. Мне говорят, что вы якобы из самых отважных воинов. Ну, это какой-то наем. Еще раз. Ну, да. Сразу отношения падают. Да, минус 37. Змееглазы, значит. Да. Я вижу, вижу. Но нам здесь, видите, подосрал в этой речи Яру тот самый собака. Ясно. Но я все читать, ребята, не буду. Потому что надо. Убить его при встрече. Ну-ну. Ага, вон он, ну как. Ясно. Слушайте, а что, если я наберу 600 людей для вас? Блин, а где я 600-то набирать буду? Я столько даже и не смогу. Я надеюсь, вы не дразните меня, как мальчишку. И это не Луки говорит вашими устами. Откровенно, надеюсь. Откровенно говоря, я не верю, что у вас получится на ней 600 людей. Но если наймешь хотя бы 200, возвращайся, и мы поговорим. И может, ты сможешь пообщаться с моим другом, с Веном. Ага. Вот это уже интересно. Вот это уже интересно, друзья. Очень интересно. Давайте глянем задание. Набрать армию для Сигурда. Наберите более 200 человек для Сигурда Рагнарсена. Любопытно. Так, а я вот не помню, мы в Дании можем войска вообще набирать? Или как? Не, не можем. Ладно. Ну-ка, тогда нам что, остается? Сейчас пробежимся по этим. Набирать будем 200. Сейчас тогда самых сильных надо будет заново закинуть. Набрать добровольцев. Ай, блин. А ищем набирать. Ну-ка, надо еще как бы это... Ну, вы поняли меня. Да? Ай, надо тут еще как бы... Разрешение получить. А у меня нету здесь разрешения набирать. Давайте в лагерь лесорубов отправимся. Там мы точно сможем нанять. Две из ваших ран вылечены. Отлично. Ваш отряд теряет 9 очков боевого духа. Почему? Вот это да. Ага, и мы как бы надо отдохнуть, да? Давай, лагерь тогда взрывалась в пленах. Никто присоединяться не хочет, блин. Ну что, ждем тогда до утра. Уже, собственно, рассвет. Летите за ногу. Ну, какая печалька-то, а, слушайте. Где тут главнюк? По идее, вон тот главнюк. Рабочий. Не главнюк. Так, ходящие тоже не главнюки. Крестьянин. А, вон он. Главнюк. Ну-ка, продай мне древесину. Слушайте, дорого, однако. Я думаю, в городе-то он дороже будет стоить. Нет? Я ошибаюсь. А, слушай, подожди, как-то я поспешил. А может быть, у тебя кто-нибудь есть тут? Потому что в таких местах порой бывают. А, нет, нету. Ладно. То есть, друзья, нам сейчас что предстоит? Нам сейчас предстоит хрень под названием... Ольстер, Уэссекс. Нам предстоит сейчас, друзья, путешествия в Англию, скорее всего. Так, французские налетчики. Давайте их разобьем. Ну, давай догони уже их. Как долго-то. Сдавайся или умри, сволочь. Атаковать. Войска мы свои, конечно, сейчас будем оставлять в убежище, друзья. А сами там с десятком самых таких отважных проверенных отправимся, значит, в какое-нибудь королевство Англии. Найдем короля и будем выполнять его задания, чтобы максимально повысить наш... Наш уровень. Слышь, как я неудачно-то... Ну, вообще неудачно зашел. У-у-у, сейчас мне кидаться будут. Сволочи не кидайте. Вот, максимально будем повышать отношения с ними. Чтобы он нам дал разрешение нанимать воинов на его территории. Ну и затем будем долго-долго ходить и вот эти самые простые войска нанимать. Так же, да, куча нам придется... Ай, заниматься такой вещью, как накопление стартового капитала. Я, кстати, тут на досуге полистал довольно-таки интересный квест. Ух ты, башку обезглавили, да? Нет. Да, да, нет, нет. Вроде как, да. О, задели классно. Так, ребят, давайте уже убегите в бой. А то они тут уже бедные убегают со страха и отчаяния. Нормально. Нормально. Эх, не попал. Отлично. Просто чикарь досинка. Не попал. Это обидно. Не попал. Вот, хорош, хорош. Отлично. Интересно. Я уже даже предполагаю, что потом будет, после этих двухсот, наверняка вас попросят кого-нибудь убить. Или что-нибудь захватить. Кого там еще гоняет? А, он убегает. В ту сторону ребят убегает. Ладно. Весело, весело. Старый капитан зверствует. Нормально. Давай, чпокай его. Не есть контакт. Молодцы. Там только в транс входят. Ну ладно. Бандиты, да? Давайте захватим их. Может, удастся сдать. Все это в городе как-нибудь сдадим, я надеюсь. Деньги нам нужны. Вот как раз эти 50 тысяч мне сейчас, ой, как пригодятся. Потому что доходов-то не особо много будет. А вот трат, трат будет много, друзья. Еще у меня 33 пленника и 60 воинов, между прочим. Странно, что я их не брал. Предел 250. Слушайте, 250. Это значит построилось. Давайте вообще посетим это место. Как здесь осмотреть убежище. Тут, значит, речка. А вот тут, собственно, мое убежище, друзья. Поля, да. Ну, какой-никакой заборчик уже. Башенка. Предвратная. Ну, конечно, еще не башня, но хотя бы вот такой вот помост. Какой-то заборчик на него поставить, чтобы хоть как-то защититься. Ну и такой вот. Домики. Нормально. Тут еще одна такая же стоечка. К идее, должна быть башенка. Ну, ладно. Не будем придираться. Давайте еще спросим капитана. Может быть, готов к следующему. Так, это не получится. Знать надо не сейчас. Не сейчас. Так. Управление гарнизоном. Ну, давайте отдадим викингов тогда. Я, правда, даже не знаю. Так, и никто из них и не захотел к нам присоединяться. Может быть, их и нельзя взять. Давайте молодых воинов заберем. Я их продам. Ну, и скидываем всех наших самых мощных бойцов. Они мне пока не нужны. Капитан корабля. Капитан корабля. Старые капитаны. Свеческий викинг. Хозяин каравана. Всадники. Всадники, ребята, хорошие. Их нужно копить. Их нужно копить. Элитные копейщики. Вот, наемники-ветераны. Мне как бы не совсем нужны. Свеческих воинов отдадим. А наемников будем использовать. Давайте их поднимем наверх. Чтобы они всегда с нами были. И получается остальных отдаем, да? Надсмотрщик. Вот эти пускай будут. Ветеран отдадим. Застрелов отдадим. Копейщиков. Нас пикцовскими войсками. Прикольно. Воевать все голые там бегут. Ну, вот этих бы качать, конечно, надо. Но тут и надо этих качать. И у нас уже 38. Ну, их, в принципе, даже если они отдадутся. Все равно не жалко, да? Ну, в принципе, нормально. Что тут еще можно? Нанять штат. Ладно. Оставник. Ну, тут, в принципе, все остальное уже нанято. Хорошо. Ну, что, устроить пиро появилось. Тысячу надо, да? Ну, давайте дадим им тысячу. Пускай поднимется боевой дух. Да, они этого заслужили на 8 очков боевого духа. Хорошо. 38 человек у меня есть. Но мне надо сколько? Максимум я могу набирать свой отряд, получается, около 90 человек. Больше мне не позволят корабли перевезти. А это значит, что надо поменьше оставить гарнизон. Конечно, не айс, что я за них буду сейчас платить. Они тут будут сидеть. Ну, что же делать? Хотя вот так 24 пускай будет. По 60 возить будем сюда. Ну, и все, друзья, двинулись, двинулись в замечательный город Риби. Дня, ночь. Так, ну, первым делом давайте к торговцам. Тут деньги-то есть? Есть. 1200 готово. Бронька. Да, да, древесина неплохо ушла. Правда, немного. Немного, но подняли. Можно было бы и получше, но... Ладно. Посчитайте, все, что потратили на пиры на эти. Ну, и все это возместили себе. Меха, да, меха, рыба. Слушайте, давайте рыбку возьмем. А то наши скоро кончатся. Нормально. Там что-нибудь, глядишь, и... Поиск новобранцев. Десять фригульдеров норманов готовы споследовать за вами. Слушайте, ну, мы можем и в городах набирать, в принципе, да? Вот, я даже и не уверен. Ну, давайте примем. Сейчас придется нам снова сходить. Тогда нам... Не обязательно прямо хорошее отношение именно с королем. Достаточно хорошее отношение с главой местной власти. Это нам не дает право что-то здесь построить и торговать, но дает право нанимать добровольцев. Это классно. Хорошо, давайте. Значит, уйти. Поправляемся снова с вами в убежище. Ну, а куда деваться? Сейчас у нас таких вот забегов будет, знаете, как много. Так, управление гарнизоном. Держи фригульдеров, которых у меня уже 29. И вот забыл, ну, ладно. Ничего страшного. Ну, пойдемте. Нам в город еще надо в таверну зайти. Нам нужно либо знаток книг, которые, собственно, торгуют книготорговец, либо же посредник. Вот, посредник есть. Шикарно. Продаем бандитов. Продаем молодых воинов. Отлично. 61 тысяча есть. Финский лучник. Ну, нанимать вот в таких местах, вот таких, ребят, нам смысла нет. Потому что, ну, очень дорого. 4 тысячи за десятерых. Это, это 50 всего. Так, никаких денег не хватит. В общем, отсюда, ребята, отплываем. А, и думаем, 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 думаем. Блин, боже, карта. Ну, поднимись. Какое королевство в Англии самое большое? По-моему, хороший. Уэссекс. Да? Здесь целых три города. Виттен Сестер. Кентербург. И Босвинега. А, еще и четвертый тоже есть. Кипанхана. Но это классно же. Ну, тогда давайте отправляться в путь. Единственное, что не классно, это то, что у них нету ни одного портового города. Это совсем печаль. Ну, ладно. В общем, я понял, куда нам плыть. Ух, что ты ж, работорговцы. А вот это интересная, в принципе, мысль, друзья. Так вот, единственное, 200 человек, нам их надо будет отдать или ими воевать? Потому что, если отдать, то можно набрать армию всякой хрени. У тех же самых рабов сейчас 36 разумно, да? Почему нет? Но вот если нам придется ими воевать, то это, конечно, будет жопа. О, отношения с рыбой ухудшились. Охотники. Ну и ладно. Ну и шутки с ними. Зато сразу плюс 36. Их снова придется нам отвезти в убежище. Блин. Ну и ладно. Давай, прицелимся. Наш себе в спину. Ай, а он убежал. Ну что-то за... Ну что-то за... Все. Как они быстро кончились. Отлично. Потерь моих нету. Рабов забираем. 81. Слушайте, нам бы еще пару кораблей бы надо, на самом-то деле. Вот, этих мы тоже прихватим. Мы их сейчас сдадим. И это все возьмем, тоже сдадим. Отлично, слушайте. Что тут есть? Рыбак, рыбак. Так, конунг плавающий. Хрен бы с ним. Ну давай, 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 давай. Значит нам куда? В медовый давай. Посредничку. Хоть и копеечка. Копеечка она... Всегда нужна. Так, ну и... Давайте к торговцам. Двушка есть у тебя, да? Хорошо. И еще 700 монет. Назад в город. Уйти. Вот так вот, не жадно, не гадно, мы обзавелись еще 36-ю воинами. Ну, как я говорил, конечно, нам не совсем понятно. Что нам дальше придется сделать с этими войсками? 157 уже есть. То есть мы в убежище еще сотню можем. Ну, почти сотню можем еще поместить. Мява отрадит 24 корабли. Позволяют размещать 81. То есть мне надо бы еще корабли каких-нибудь. 5 фрегольдеров забираем. Отплываем. Ну что, друзья, поплыли. Рыбаки. Повелители морей как бы на нашей стороне. Тихо. Франкские пираты, друзья. И у них есть 10 моряков, которых мы можем освободить. Это хорошо. Сдавайся или умри. Отковать. Ни черта не видать. Ну и пофиг. И у нас уже половина, половина отряда уже есть. Да уж. Там семерых взяли, здесь десятерых возьмем. Уже 17 человек. Кого-то убили. И еще кого-то ранили. Нормально. Блин, как к вам туда перелезть-то, ну? Не успел я, друзья, перелезть. И все хумели. Ладно. У нас один, а, двое раненых. Забираем морячков. Забираем вот этих вот татей. 1200. Неплохо. Так, отряд, отряд. Где-то тут я тебе... Когда еще обещал подогнать какую-нибудь фуфейку хорошую? Слушайте. А тут у нее такая роба непростая. Что как бы защита-то поболее даже будет, да? Да. Давайте ей каску новую дадим. Вот эти 43 уже, наверное, можно даже продать. Перчатки есть, ботинки. Вот получше, конечно, можно. Можно. Получше. Щит у нее даже лучше, чем у нас. Ну, в смысле, имеется вот здесь. Ладно. Я понял. Готово. Отправились дальше. Где здесь? Англия. Оно она. Совсем недалеко. Падутся нам еще какие-нибудь пираты. Можно в порт заглянуть. Стопаем. 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 Франкские пираты. 43. А здесь сражение идет. Слушайте. Если мы успеем к этой битве, мы очень сильно разживемся. Не успели. Не успели. Нам это не мешает догнать вот этих вот ребят. И отжать у них всех отплененных морячков. Блин, и после этого можно уже будет возвращаться собственно обратно в Рыбе. Не дальше. Все веселее, веселее. Давай, один сближение. На такой дистанции я, блин, не попаду. А, нехай сражаются. А, по-моему, не попали. Какие ребенушки-то. Ай, блин, соскользнул я снова. Который раз я уже... Потеряли три известности. Какой кошмар. Не, ну вы че там никак не справитесь, что ли? Или что вы там делаете-то, не поймать никак? А, на том корабле победили. А на том проиграли, да? Хорошо. Ну вот, как-то так, друзья, получилось. Обидно, конечно. Опять провалился между кораблей. Кораблей. Да, три моряка убиты. Этот убит четверо. Ну, нам, как бы, по барабанам. Не смогли, так не смогли. Ну, вот они, моряки. Набираем полностью. Сколько? 81. Все, что можем. Кончились, да? Давай еще рыбака возьмем. Вот этих заберем. Че там по трофеям-то как? Каки одни. Ну, да, каки. А какие? Странненькие, странненькие, странненькие. Эти пираты мне не нужны. Хотя можно сразиться. А почему нет, друзья? У нас отряд 81 сейчас. Там уж кто прокачается. А у нас там много еще поместится. Давайте. И он потом в дуновик отправимся. Там отдохнем, если что. Сражаться. Главное мне, блин, не прыгать раньше времени. Все будет хорошо. Три корабля. Все как положено. А у нас жизнью половина. Ага. Мы тут утонулить. Сейчас потери наверняка будет очень много. Ну и ладно. И есть контакт. И есть контакт. Давай их уберем. Просто феноменально. Вот, шикарно. Теперь здесь можно отправиться сюда. И здесь просто все мы будем рубать. Просто рубать. Немножко, кого даже не видят. Шикарно. Бенхильд бегает, орет. А, шикарно. Ну, неплохо мы их так, слушайте. Может быть, получится какой-нибудь корабль отжать. Было бы вообще шикарно. Ну, вообще, никого не потеряли. Лишь восемь раненых. Нормально. Вот, сможем взять пленников. Если что, в Рибию сдадим их. Шлем с наносником. Ух ты ж. Стоит неплохо. Конечно, нашим сдавать уже абсолютно нечего. Все, какая-то фигня полная. Давайте брать по полной. Сейчас в город сдадим. Ну, нет. Не достался. Не достался нам. Какая-то кабанья роща, кстати, можно посетить. Посмотреть, что это. Так. Рыбак. Ох, рыботорговцы. Только к ним. Но нет. Смысла нету. Отношения снова испорчат. Это если только в открытом море, где-то их встретить. Тогда можно. Что ты? О. Так. И нас здесь принимает, в принципе, население. Хотя язычникам и не рады. Ну, это хрен бы с ними, на самом деле. Давайте к торговцам первым делам. Сдадим все лишнее. Отлично. Ну, и еще что-нибудь продадим тоже. Уже 64 тысячи. Нормально. Так. Глянем, что есть в таверне. Может, здесь тоже есть посредник. Горожанин, горожанин, финский лучник. Сколько хотите. Нет, дорого. Так. Ну и... Как видим, ни черта здесь нельзя. Давайте посмотрим корабли, какие есть на продажу. Здесь всего лишь один корабль. Кнор. Он помещает команду в 11 человек. Мне такой не нужен. А цена-то, блин, 7 тысяч. И заказывать тоже не вариант. И заказывать тоже не вариант. Здоровье пополнить. И с рассвета тогда у меня будет путь обратно в убежище. По-другому как. По-другому никак. Так. Спросить, где турниры проходят. Кайрдов, Кесел и Алих. Алих очень далеко. Кайрдов тоже. Кесел. Хрен знает где. Ладно. Учтем. Ну что, друзья. На этом я буду серию заканчивать. В принципе, вы поняли мой план. Да. Сейчас я вернусь обратно в убежище. Сдам 60 набранных людей. И обратно вернусь в Англию. Только уже в Уэссекс. Буду поднимать отношения с главами городов. Ну и, наверное, и королю загляну на Ганю. Потому что что-нибудь ему сделаю хорошее. И дальше продолжу набирать людей. С их разрешения. Вот как-то так. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк. Пишите коммент. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Всего хорошего. Удачи.